Всем привет, с вами Веня Пак. Добро пожаловать на LinguaTripTV. И ни для кого не секрет, что английский язык является одним из самых популярных языков в мире. Я вам даже скажу так. 1,8 миллиардов людей в этом мире говорят на английском на том или ином уровне. И мы их не виним. Английский, в принципе, легкий язык. Его легко выучить, он довольно-таки гибкий. Однако это не мешает нам произносить некоторые слова неправильно, потому что английский, он, ну, глупенький. Поэтому следующие 15 слов, которые я вам дам в этом видео, часто произносятся неправильно. И наша задача к концу этого видео – произносить их правильно навсегда. Поехали. Первое слово – слово «способность». Я знаю, вы смотрите на слово «эйбл» и думаете, окей, «эйбл», первый звук «эй», значит «эйбиллери». Нет, никакого «эйбиллери», это просто «эйбиллери». Звук шва является первым звуком. Абиллери. И все. Нейтив «абиллери». Следующее слово – это слово «калм». «Калм» значит «спокойный». Здесь нету яркого звука «эл», здесь только «дарк л». И он очень-очень мимолетный и, ну, практически незаметный. «Калм», «калм». И все. «Калм даун», «калм даун» now. «Калм даун». Следующее слово – слово «чейндж». «Чейндж» произносится с двойным гласным звуком «эй». «Чейндж». Это не «чейндж» и не «чэндж». Звучит странно, согласитесь. «Чейндж». «Поменять» или «существительное изменение». «Чейндж» бегет чейндж, бегет чейндж. Следующее слово – интересное слово. Оно не английское, но мы его используем. Это слово «щик». То есть у нас первый звук странный и гласный звук странный. Это английский. Мы не пишем так, как говорим, и не говорим так, как пишем. «Щик» – шикарный. «Чик». Номер пять. «Дет». Хоть там написано «би», мы ее не произносим. Зачем она там вообще есть тогда? Не знаю. Просто смиритесь этим. «Дет». «Долг». Дальше слово «эксерсайз». Упражнение или занятие спортом в целом. «Эксерсайз» – это плохая привычка носителя языка. Они в это слово добавляют яйца. «Эгз». «Эгсерсайз». «Эгзерсайз». Но тут «экс». «Эксерсайз». Тут нету «г». Тут «к». «Эксерсайз». И все. А вы уже, кстати, сделали сегодня свой эксерсайз? «Сем эксерсайз». Номер семь – это слово «хайт». Я понимаю, что написано «эй», логично было бы «хейт», но такое слово уже есть. Оно пишется по-другому. Плюс еще не помогает тот факт, что слово «вейт» пишется похоже, но произносится «вейт» со звуком «эй». А «хайт» – это просто «хайт». Нужно просто запомнить. «Хайт». Никакого «к» здесь нет. «Латюк». Я не знаю, что такое вообще. «Латюк» звучит не по-английски точно. В общем, это просто «латтус». «Латтус» – это вот эти вот листья салата. «Латтус!» «Латтус!» Как вызвать каб в Нью-Йорке или в Лондоне, заказать кофе в Старбаксе или пройти к ближайшему маркету на районе – это вообще не то. Мы разработали курс, который нужен всем, без исключения, 100%. Бытовая лексика – за 10 дней. Никаких прошлогодних учебников. Прошлогодних – это даже еще не так плохо. Никаких учебников десятилетней давности. Только все актуальное, все, что применимо на сегодняшний день. Это тот самый основной словарный запас, который пригодится вам в повседневной жизни. Научитесь действовать в любой бытовой ситуации – в универе, в магазине, в транспорте, с кем угодно, где угодно. Я оставлю ссылку в описании. И также там есть промо-код на скидку. Номер 9 – onion. Я понимаю, что там буква O, но мы не говорим onion. Onion – нет. Это просто onion. Onion. Это – это onion. Номер 10 – фотограф. Фотограф – это фотография, а не фотограф. Фотограф – это фотографер. Это слово фотограф. Фотограф. Фотографер произносится чуть по-другому. Зацените. Фотограф – фотография. Но это не фотограф. Фотографер. Разное ударение. Я фотографер. Номер 11 – сэндвич. Не то, чтобы там нету этой буквы D, она там есть, но она очень легкая. Сэндвич. Я не говорю сэндвич. Я не говорю сэндвич. Сэндвич. Я не говорю сэнвич, просто как будто там ее нету. Она есть очень легкая. Если для вас это сложно, можете говорить, как носители говорят. Носители просто заменяют N и D на букву M. Сэмич. Дэйв, сэндвич? Номер двенадцать. Пэр, груша. Как bear, как wear, пишется и произносится, произносится как слово pear, пара, но не пишется так. В общем, pear, это не peer, peer это совсем другое слово. Я понимаю, что комбинация звуков намекает на и, но это pear, это pear, груша. Номер тринадцать. Винегар. Первая буква это буква в, в смысле звук в, верхние зубы касаются нижней губы, не путайтесь, W, W, нет, что такое, не знаю, что это такое. И хоть это слово по идее как бы похоже на слово vine, произносится оно не так. Поэтому запомните, это просто винегар. Номер четырнадцать. Покупка приобретения. Погоня. 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 Но ничего общего с погоней там нету, это просто purchase, а не purchase. Пurchase. Пurchase. Покупка приобретения. Ну и последнее слово. Maple. Maple. Кленовый, например, maple syrup, кленовый сироп. Я понимаю, что первая часть этого слова похожа на слово карта. Map. Но это не maple syrup, это maple syrup. Maple syrup. Ну и вот, друзья, на этом все. Я надеюсь, вам это очень помогло и стало в английском языке на 15 слов меньше из списка тех, которые вы, возможно, произносите неправильно, я не знаю. Как всегда, в комментариях дайте мне знать, что вы хотите увидеть дальше. И мы увидимся с вами в следующем видео. Скорее всего, в видео из ваших предложений внизу.